Здравствуйте! В эфире новости Сарапула в студии Юлия Клюева. И мы расскажем о самых последних новостях из жизни города. Сарапульский электрогенераторный завод отметил свой 76-й день рождения. Празднование длилось три дня. 7 июня чествовали ветеранов завода, 8 июня вручали награды передовикам, а 9 июня состоялся большой концерт на стадионе «Сокол». Коллектив завода к этому дню рождения подошел с хорошими результатами. В тех образцах вооружений, о которых говорил наш президент Владимир Владимирович Путин 1 марта этого года, в половине этих изделий присутствуют агрегаты, изготовленные на нашем заводе. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Автомобили представительского класса в скором времени будут стоять стартер-генератор, тоже изготовленный на нашем заводе. Первые два образца, которые будут в июне месяце продемонстрированы заказчикам. Уже решено, более полумиллиарда рублей из чистой прибыли предприятия направят на развитие, закупку нового оборудования и реконструкцию, а также на выполнение социальных программ. Поздравить заводчан с праздником приехали почетные гости. Председатель правительства республики Ярослав Семенов, министр образования и науки Светлана Болотникова и глава города Александр Ессен. Вы формируете в целом то движение поступательное, которое есть в городе Сарапове. Ваши планы амбициозны. Вы много внимания уделяете производству, развитию коллектива, развитию социальной сферы. Особенно благодарю я вас, Сергей Васильевич и коллектив, за большой вклад в облик города. В этот день заводчане получили награды разного уровня. Аделя Роева была удостоена грамоты за активную общественную работу. На Эгазе она работает делопроизводителем уже 12 лет. И такая стабильность ей нравится. Мне очень нравится это предприятие, потому как здесь ты уверен за стабильность в своей жизни. Здесь очень тебя поддерживают, ценят, любят. Очень поддерживают молодежь. Михаил Бузанов, заместитель начальника цеха по эксплуатации автомобилей, пришел на завод 17 лет назад и прикипел душой к родному предприятию. За свой многолетний труд он удостоился грамоты от Министерства промышленности и торговли республики. Я вот везде даже и в гости езжу, и ко мне приезжают, говорю, наш завод лучше всех. Всем рекламирует наш завод, и я отсюда никуда не собираюсь, никуда не уйду. В общем, мне все нравится. Всего на торжественном мероприятии награды получили 46 заводчан, с шести из которых присвоено звание «Заслуженный работник промышленности Удмуртской республики». С проверкой отремонтированных в прошлом году дорог проехали специалисты Управления благоустройства по городу. Они осмотрели дороги в частном секторе, где было сделано щебенение проезжей части, и улицы, на которых появилось новое асфальтовое покрытие. Результаты проверки в нашем сюжете. В прошлом году на территории города было отремонтировано 23 объекта уличной дорожной сети. На четырех улицах появилось асфальтовое покрытие. Это улица Калинина, Электрозаводская, Советская, Некрасова. К примеру, на последнем объекте произведена масштабная работа. Здесь организованы газоны, стоянки, уложен бордюрный камень. Как показало время, состояние этого участка не изменилось и через год после ремонта. Кроме того, у каждого объекта есть свой гарантийный срок. Гарантия определяется договором подряда. На асфальт у нас гарантия дается два года. Поэтому качество мы проверяем в течение всего гарантийного периода. То есть мы проверяем и делая выборочные объезды с представителем подрядчика. И у нас проходят проверки других надзорных структур. Минтранс у нас обязательно в порядке участвует в проведении подобных проверок. Ну и, естественно, разбираемся. На многих улицах, переулках и проулках частного сектора в прошлом году было сделано щебенение. Спустя год мы в переулке Октябрьский на Старцевой горе. С щебнем все в порядке. Хотя, как только его положили, жители жаловались на скопление воды на дороге. В тот же сезон недочет устранили. Долгожданным щебенение стало по улице Достоевского. В той части, где многоквартирные дома граничат с частным сектором. Здесь активное автомобильное движение. И щебень хорошо решил проблему грязи на дороге. По асфальтированию, как таковые дороги, у нас больших проблем не показали. Но зачастую бывают трещины, возможно, застой воды на проезжей части, который, в общем-то, устраняется, устранимо. Но по щебенению, как правило, если не очень хорошее основание, то щебенка, она просто достаточно быстро уходит под землю. Как поведет себя асфальтовое или щебеночное покрытие спустя время, точно определить сложно. И поэтому объезды с проверкой крайне необходимы. Открой Сарапул заново. Эта рубрика продолжит наш эфир. Города, как и люди, празднуют свое рождение. День рождения города Сарапула 24 сентября 1780 года. Именно тогда императрица Екатерина Великая издала указ о том, что дворцовая слобода Сарапул становится городом. На том месте, где расположен Сарапул, люди начали селиться тысячи лет назад. Хорошее, удобное место. Река, лес. Высокая гора защищает от северных ветров. Ученые предполагают, что в XIII веке здесь появилось булгарское поселение, которое называлось Сарапула. А в XVI веке рядом с ним возникло русское село Вознесенское. Первое упоминание встречается в переписной книге Осинского уезда 1596 года. Где говорится, в Сарапуле и Сиве ловят рыбу. То есть, это была территория, которая называлась Сарапулом. У слова Сарапул есть несколько разных переводов. Один из них с тюркского Сарапуль, желтая рыба, стерлядь, которая очень много водилась на наши реки Каме. Есть еще одно описание село Вознесенское, что на Сарапуле. Деревянная крепость была построена в петровские времена, в то время, когда повсюду происходили крестьянские бунты. В ней было 10 башенок, 5 из них были проездными. И в дальнейшем село Вознесенское становится дворцовой слободой Сарапул. Тогда Сарапул называли большие селения, в котором было больше одной церкви, а жители занимались ремеслами. Население Сарапула росло. Строились новые дома, появились первые заводы, начала развиваться торговля. И, наконец, Сарапул, по указу Екатерины Великой, стал городом. В 1780 году дворцово-слободе Сарапул даровывается статус уездного города. И Сарапул входит в состав Вятской губернии. Можем обратить внимание на карту Вятской губернии. И здесь представлен город Сарапул. Герб был дарован Сарапулу 28 мая 1781 года. Его создал в Санкт-Петербурге геральдмейстер Волков. Академические экскурсии, проводимые на территории современной Удмуртии в XVIII веке, указывают на достопримечательность Сарапула. Это крепость. И поэтому на гербе изображена, в нижней части герба изображена крепость. Верхняя часть герба представлена, верхняя часть герба – это герб Вятской губернии. Императрица Екатерина II утвердила первый генеральный план застройки города 13 августа 1784 года. Составленный придворным архитектором Иоганном Лемом. На первом генеральном плане нашего города было всего 10 улиц. Три улицы параллельной реки Каме и семь улиц перпендикулярных ей. И основные камские промыслы – это охота, рыболовство. Именно в это время зарождается кожевенное производство. Центральным местом города стала просторная соборная площадь, образовавшаяся после разбора старой Сарапульской крепости. В центре площади стоял главный собор уезда – Вознесенский. Само переустройство города продолжалось на протяжении двух десятилетий. Постепенно сносились усадьбы, стоявшие на месте новых распланированных улиц. Оформлялись новые кварталы, строились каменные церкви и дома зажиточных купцов. В начале XIX века окончательно сформировался облик уездного города Сарапула с регулярной застройкой прямых улиц и кварталов, дошедшей до наших дней. С начала июня в городе начали свою работу летние лагеря при школах. Всего в городе их посещают более двух тысяч детей. Чем занимают педагоги-школьников, а главное, чем полезен отдых при школе, знает Айголь Зайнулина. Дружно парами воспитанники лагеря при школе номер 15 выходят на утреннее построение. С 1 июня лагерь начал свою работу. Наш лагерь в этом году называется «Зеленая планета». Детей в лагере 100 человек. Ходят все активно, регулярно, никто не пропускает, всем очень нравится. Дети в течение лагеря заняты как творческими делами, много у нас конкурсов рисунков, рисунков на асфальте. Много мы ходим по культурным учреждениям нашего города. Каждый день это обязательно тематический день. Вот сегодня у нас день театра. Дети готовят постановку, спектакль, понравившиеся сказки или какого-то произведения. Обязательная часть программы – горячее питание, полноценный завтрак и обед. И в качестве полдника фрукт. Сразу после завтрака ребята из лагеря школы номер 15 идут в театр. А в гимназии номер 20 ученики занимаются другими делами. У нас два отряда спортивных. Туда ходят ребятишки начальной школы и среднего звена. Главная их задача – это заниматься спортом, улучшить свои физические показатели, так как в дальнейшем они у нас будут представлять гимназию на спортивных соревнованиях городских. И два отряда общей интеллектуальной направленности. Спортивные отряды активно тренируются. Главная задача у воспитателей – не лишать школьных спортсменов нагрузки даже в летнее время. Тренировок у нас всегда, бывает каждый день, четыре тренировки. Одна тренировка с мячами, вторая тренировка у нас идет по силовой подготовке, третья тренировка по легкоатлетическим способностям и четвертая тренировка игровая. Как правило, в какой отряд пойти, ребята решают сами. Надо знать меру, это все по чуть-чуть и отдыхать всегда. Не менее интересно в отрядах общей интеллектуальных. К примеру, в день нашей съемки ребята знакомились с деятельностью Павла Башенина, выполняли проект по изготовлению летбука. Задача этих отрядов – подготовить ребят из младших классов к проектной деятельности и научить работать в группах. У нас для ребят разработаны мастер-классы. Например, ребятишки будут учиться изготавливать народную куклу, потом мы с этой куклой пойдем в детский сад номер 20, чтобы научить ребят детского сада. У нас была большая интересная программа, посвященная празднику «Троица», где приходили гости к нам, ребятишки из детского сада 20 и 35. Лагерь при гимназии номер 20 посещает 70 детей. Всего в Сараполе в пришкольных лагерях июнь проводит 2230 детей. Для многих родителей это отличный вариант занять ребенка хотя бы на один летний месяц, а для детей – возможность найти новых друзей из других классов. Купи значок «Помоги ветерану». Сарапольцев приглашают присоединиться ко всероссийской акции «Красная гвоздика-2018». Собранные в ее ходе средства будут потрачены на адресную помощь ветеранам и приобретении оборудования для госпиталей. Приобретая значок «Красная гвоздика» в магазинах города, вы помогаете ветеранам, пострадавшим в результате боевых действий. Удмуртия заряжает. Именно в этой номинации фотограф-любитель из Сарапола Сергей Килин одержал победу в конкурсе «Моя Удмуртия». Все праздничные выходные город активно поддерживал фотографа лайками в социальных сетях. О своем участии и первой победе Сергей Килин рассказал в нашей съемочной группе. Участие в фотоконкурсе и победа стали для Сергея Килина неожиданностью. Первый конкурс и первая победа. Я участвовал в конкурсе «Моя Удмуртия». Номинация «Удмуртия заряжает». Было два тура. Сначала первый тур был по итогам 10 фотографий, а второй тур нужно было сфотографировать звезд первого канала. И уже по итогам двух туров выбирали победителя. Многим в Сараполе Сергей знаком благодаря своим работам с видами города, набережной и камы. Фотографом сам себя не считает, а называет человеком, имеющим фотоаппарат. Судовой техник по образованию долгое время работал стойлером-сборщиком на лесокомбинате. Спортсмен, победитель многих соревнований и при этом всю жизнь не расстается с фотоаппаратом. Была возможностью Сергея в фотоконкурсе взять и приз зрительских симпатий. Город поддерживал его очень активно. Уже в первый день голосования его фото с Юлией Барановской стало лидером по лайкам. Но его обошел более опытный коллега. Я был очень удивлен и очень признателен жителям нашего города, что они так поддержали меня. Это было просто как единое целое, что ли. И вот мы сделали это и благодаря нашим жителям, нашей поддержке, веру в меня, мы завоевали первое место. Я выиграл 50 тысяч сертификатов дали. И хочу потратить, конечно, если это можно будет, на новое оборудование, чтобы снимки были лучше, чтобы расти дальше. Сергей Килин не любит постановочные фото. Неожиданные, случайно подмеченные кадры для него самые ценные. С Хобби определился еще в школе. Он всегда мечтал научиться красиво рисовать. Но в художественной школе учиться не пришлось. А желание изображать окружающий мир осталось на всю жизнь. Первое место в номинации «Удмуртия заряжает» стало заслуженной победой, которая просто обязывает, по словам нашего героя, искать только лучшие кадры. Это все новости на сегодня. Смотрите наши программы по телевидению по понедельникам и четвергам, а также в удобное для вас время в сети интернет. На официальном сайте администрации города Сарапова и его страницах в социальных сетях. Далее эфир продолжит прогноз погоды. Добрых вам дел и только хороших новостей. Субтитры создавал DimaTorzok